Противник переследует меня через окно, и они вместе с напарником заходят в дом. Я же в это время успею активировать кнопку самореза, и просто жду, не надеясь на самом деле ни на что. Но видимо, решив прикалываться, они не рассчитали тайминга. И ведь эта катка могла закончиться еще раньше, в самом начале, на ивенте, где мне предстояло совершить один из труднейших клачей за все время. Третий соперник, который еще не находится в ноге, ложится от безысходности, осознавая, насколько мало здоровья у него осталось. Я же откидываю ему молотов. По итогу, трое отправляются в ног. Но это еще не все, ибо им на помощь уже спешит последний оставшийся товарищ, и вся их надежда остается только на него. Тут у меня начинается небольшое волнение. Осознаю, что хп для открытой перестрелки неравное количество, именно поэтому возлагаю надежду на хорошую, качественную гранату. Яблочко. Добиваем каждого. Далее забираем двух в ряд и отправляемся разбираться со складом на ферме. Готовьтесь, ибо это будет очень трудная ситуация против еще более потных соперников. Как окажется потом, это были мои подписчики, поэтому в этом нет ничего удивительного. Дом, в котором я нахожусь, не самая лучшая позиция для того, чтобы держать оборону. Он просматривается со всех сторон, и его легко закидать гранатами, что они и начали делать. В первое время мне лишь оставалось пережидать и искать лучшие места, чтобы уклоняться от их гранат. По итогу, один из них, видимо, слишком расслабился из-за того, что я не давал им никакого отпора, просто заныкавшись в доме. Он совершает ошибку, что помогает мне отправить его отдохнуть, за счет чего я остаюсь один на один с оставшимся их тиммейтом. Но и тут не все так просто. Надобав мне урона, заставляет отойти на отхил, а сам, в свою очередь, возвращается спасать своего тиммейта. Хилюсь, и на всех парах мчусь, чтобы не дать успеть ему это сделать. И, наконец, мне удается выйти победителем в эту же ворушке. Стой, 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 багуайр, стой, багуайр, блин! Ну а далее, оставшись ситуацией один на один под конец матча, решаю поиграться с соперником, нокнув его, при этом дав подняться, из-за чего в последующем он не успевает за зоной, и я теряю лишний фраг. В этом сезоне я практически всегда перестал брать М416 основным оружием, по причине того, что почти все перестрелки, в которых мне удается побывать, проходят в замкнутых пространствах и на ближних дистанциях. Если раньше в соло и так, надаль порой, нокоть было бесполезно, без последующего вырыва на соперника, так как его спокойно поднимали, то сейчас с возможностью резнуть самого себя это вообще стало отчасти бессмысленно. Вот это там сходняк, уже не терпится долететь дотуда, чтобы узнать, что же все-таки происходит, и приземляюсь я не самым лучшим образом. Удается с горем пополам перестрелять одного, но все внимание остальных его друзей тут же устремляется в мою сторону, и ситуация начинает казаться безвыходной, ибо единственное мое укрытие это этот отовсюду простреливающийся барак с открытой крышей. Согласитесь, не самое лучшее место, где можно спрятаться, когда над тобой ходит робот. Все же удается выйти из этой ситуации живым, лутаю их всех, отправляюсь в зону, и все это выходит зря, ибо тут же меня забирают со спины непонятно откуда взявшиеся игроки. В следующей игре сразу же по приземлению натыкаюсь на двух рядом находящихся тиммейтов, и как же нам всем троим повезло тут же найти оружие, но остаться живых повезло лишь только мне. Тут же не оглядываясь спрыгиваю вниз, надеясь, что в мою сторону никто еще не смотрит, после чего забираю в ряд противников, выбегающих по очереди неслаженно, по одному. У каждого из них оказывается карта возрождения, и конечно же по возвращению обратно на ивент они начинают искать меня, чтобы отомстить. На тоненького перестреливаю первого, и отхожу на отхил в надежде успеть это сделать. Затем сразу же возвращаюсь в бой. Не спешу добивать обоих, ибо слышу еще одного, как мне кажется, их тиммейта сверху, оставляя их как приманку и мотивацию его поспешить. По итогу, он вообще отвлекается на совсем другого врага, а я просто влажу в их дуэль, забрав их обоих, и оформив 14 килл на этом ивенте. К этому моменту я уже подбирался к рангу короны, это был самый старт сезона, и все начинали сначала, поэтому так много игроков попадается каждый раз на пути. Забираю еще один топ и двигаюсь дальше, в игру, где был один из труднейших стартов. Противники окружили и вылазили со всех сторон, а мне в свою очередь оставалось лишь отбиваться. Ну а далее произошел какой-то непонятный троллинг, ситуация, в которой я так и не понял, что мне нужно сделать. Тут я забил и решил уйти, а он продолжил это делать. По итогу, спустя время он просто улетел, а я, заутавшись и забрав робота, отправился вперед. Нок у игрока за камнем, но неподалеку находится его тиммейт, которому теперь придется что-то предпринимать для того, чтобы спасти напарника. У меня как раз не получается хорошо по нему пострелять, что играет ему на руку, и он добирается до цели. Понимая, что просто так давать подняться им не стоит, сразу же отправляюсь пушить, по пути закидываю их всем, чем только можно. Шикарно. Забираю блох через дым, добиваю, активирую джетпак и спешу обратно в укрытие, так как позиция остальных игроков мне еще неизвестна, и они могут находиться где угодно. Забрав еще одного, наблюдаю вот такую картину. Мне показалось это странным, поэтому подхожу ближе, не расслабляясь, держа соперника на мушке. Главное для него, это не сделать никаких резких движений. Но оказалось, что он и вправду находится в АФК, поэтому спокойно забираю топ-1, и остается совсем чуть-чуть до следующего звания. Сделав пять фрагов в самом начале, не замечая, как вот этот игрок поднимается ко мне на тросе, но к счастью с ним тоже получается справиться. Врываюсь в комнату, а там оказывается два игрока. Получив кучу урона, пытаюсь как можно быстрее отойти на захил. Получилось, тыкаю аптечку, пока они там разбираются между собой, и после сразу же возвращаюсь. Уже теряюсь в подсчете количества нокнутых игроков, но вроде как остается крайний из них. Надеюсь, у меня получится его переиграть. И видимо, в суете он не услышал мой прыжок, что наконец позволило мне завершить этот клатч. Далее на моем пути было множество тяжелейших моментов, например, как эта разборка на школе. Пока я тут разбираюсь с их тиммейтом, они решили, что сломать робота занятие более поважнее, чем спасти напарника. Достаточно опасно, забираю последующий топ-1 и достигаю отметки корона, не останавливаясь, продолжая свой путь. Кому нужны UC по низкой цене, переходите по ссылке в описании в мой UC-шоп, а также в телеграм-канале выложил свои коды для тех, кто просил. Продолжение следует...